С главными событиями к этому часу в студии Екатерина Дементьева. Сегодня в нашем выпуске. В Ненинском округе по состоянию на 8 мая диагноз COVID-19 подтвержден у 49 граждан. За последние сутки новых случаев заражения не выявлено. Однако опасения вызывает 9 мая. Есть большая вероятность того, что не все жители окружной столицы будут соблюдать ограничительные меры и останутся в этот день дома. Дистанционное обучение в Ненинском округе продлится до окончания учебного года. Соответствующее решение принято Департаментом образования, культуры и спорта Ненинского округа. В преддверии Дня Победы телеканал «Север» продолжает рассказывать о героях нашего округа. Сегодня история жизни и службы кадрового офицера из семьи оленеводов-кочевников Ненинской тундры. И в начале выпуска об эпидемиологической ситуации в Ненинском округе и в целом по стране. За последние сутки в России зарегистрировано более 10,5 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее количество заболевших по стране приблизилось к 187 тысячам. От COVID-19 за сутки умерли 98 человек. В Ненинском округе по состоянию на 8 мая диагноз COVID-19 подтвержден у 49 граждан. Новый случай заболевания коронавирусной инфекцией был выявлен в Наринмаре 6 мая у пациента терапевтического отделения Ненинской окружной больницы. Он переведен в инфекционное отделение номер 2, которое развернуто в здании детского отделения. Состояние заболевшего удовлетворительное. Он получает необходимое лечение. В окружной больнице предприняты всевозможные меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции. На карантине в обсерваторе находятся 12 человек. Под наблюдением дома 203 человека. Всего сделано 1580 тестов. Впереди новая волна майских праздников. Большое опасение вызывает 9 мая – День Победы. Есть большая вероятность того, что не все жители окружной столицы будут соблюдать ограничительные меры и останутся дома. Несмотря на то, что массовые мероприятия в округе по-прежнему остаются под запретом. Дорогие жители Ниньского автономного округа, от лица всех сотрудников Роспотребнадзора поздравляю вас с праздником 9 мая, с праздником Великой Победы. К сожалению, в этом году придется нам отмечать этот праздник в азовых условиях, без парада Победы, без бессмертного полка. Очень важно сегодня помнить о том, что необходимо соблюдать режим самоизоляции. Необходимо носить маску, обрабатывать руки дезинфицирующими средствами и не допускать массового скопления людей. Придерживаясь всех правил, мы сможем избежать распространения коронавирусной инфекции на территории Ниньского автономного округа. Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения готовит изменения в постановлении губернатора Ниньского округа о введении режима повышенной готовности. Как сообщает в профильном ведомстве, ограничительные меры в регионе планируется продлить до конца мая. В Заполярье Нинецкой управляющая компания и управляющая компания «Базис» проводят профилактическую обработку подъездов жилых многоквартирных домов для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. Так, вчера и сегодня были обработаны 20 домов. Повторную глобальную обработку будут проводить раз в неделю согласно рекомендациям Роспотребнадзора. Помимо этого проводится ежедневная дезинфекция поручней, ручек, кнопок лифта и домофона, а также почтовых ящиков. Сотрудники проводят обработку в специальных защитных костюмах, респираторах и перчатках. Заряда аккумуляторных распылителей хватает на целый день работы. Запас защитных костюмов, а также раствора рассчитан на два месяца. Добавлю, Иван Истомин подчеркнул, что профилактическая дезинфекция подъезда в жилых многоквартирных домов на оплату коммунальных услуг никак не повлияет. Дистанционное обучение в округе продлится до окончания учебного года. Соответствующее решение принято Департаментом образования, культуры и спорта Ненинского округа. Таким образом, учащиеся первых, восьмых, десятых и одиннадцатых классов завершат текущий учебный год 29 или 30 мая в зависимости от продолжительности учебной недели. Образовательный процесс для девятых классов продлится по 28 мая. Такие даты приняты с учетом сложившейся эпидемиологической ситуации. Понятно, что подобный режим обучение доставляет и школьникам, и родителям некоторые неудобства. Например, не всегда исправно работает интернет. Впрочем, герои нашего следующего репортажа нашли в подобном обучении и свои плюсы. Слово Алине Волучейской. На натюрмордах рисуют фрукты, могут рисовать, потом смотри, цветы. Наша коллега Ольга Русул сегодня в роли учителя ИЗО. Мама третиклассника объясняет, какие бывают натюрморты. После теоретической части переходит к практической. Марк старательно переносит на лист бумаги увиденную композицию. К дистанционному обучению парень уже привык и даже нашел в нем свои плюсы. Я учился на плохие оценки, а сейчас уже начал учиться на хорошие. На 4, 3, 5. Вот такие. Ну, сложно дома заниматься или легче, чем в школе? Легче. Ну, а в школу-то хоть с тебя? Ну да, с друзьями поговорить. Сестра Марка, Александра, также адаптировалась под подобный формат обучения. Задают достаточно, но девушка успешно справляется с учебной программой. Единственная сложность – это некорректная работа образовательных платформ. Ну, очень сложно регистрироваться, когда на сайтах. Задания бывают на время. И вот был у меня момент, я делала задание, и у меня вылетела работа. И я очень боялась, что я не успею зайти до того, как у меня выйдет время. И это очень страшно, потому что ты не знаешь, как объяснить это учителю. И могут не поверить. Колоссальная нагрузка в эти дни ложится в первую очередь на родителей. Ведь если старшеклассники могут справляться с программой самостоятельно, то за малышами нужен постоянный контроль. Впрочем, главное сейчас – завершить учебный год, несмотря на трудности и неудобства. А что делать? Будем продолжать учиться. В любом случае, это лучше, чем закончить учебный год, как в некоторых регионах уже приняли решение такое. Потому что я всё-таки считаю, что для детей очень важны эти знания. Напомним, что на образовательную деятельность с применением дистанционных технологий окружные школьники перешли с 6 апреля. По всем вопросам дистанционного образования и работы образовательных учреждений региона можно обращаться по телефонам горячей линии. Алина Ваучейская, Антон Водряков, Телеканал «Север». В Нарьинмаре в преддверии празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне сотрудники Главного управления МЧС России по Нининскому округу возложили цветы к памятнику оленно-транспортным батальонам. Бойцы этого специально созданного подразделения сыграли особую роль в боях на северных границах. Жители Тундры призывались на фронт вместе со своими оленными упряжками, на которых перевозили раненых, боеприпасы, полевую кухню. Возложив цветы к памятнику с поздравлениями к ветеранам, обратился начальник ведомства Виктор Ивкин. Уважаемые ветераны, труженики тыла и жители Нининско-автономного округа, от лица Главного управления МЧС России по Нининско-автономному округу поздравляем вас с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Мы всегда будем чтить тех, кто завоевал для мира Великую Победу. Спасибо вам за ваш ратный и трудовой подвиг. Желаю вам здоровья, благополучия в семье, всех жизненных благ и мирного неба над головой. С праздником! 9 мая – Великий День Победы. В этот день мы вспоминаем тех, кто воевал на фронте и работал в тылу. В преддверии праздника телеканал «Север» продолжает рассказывать о героях нашего округа. Одним из первых кадровых военных, вышедших из среды ненецкого народа, стал Николай Филиппович Талеев. За 23 года службы он прошел путь от курсанта до полковника с академическим образованием. О необычной судьбе военного расскажет Любовь Пермякова. Требовательный, волевой, красивый и инициативный штабист – так можно охарактеризовать Николая Талеева. Мог ли подумать его отец-оленевод Филипп из Малоземельской тундры, что сын дослужится до звания полковника? Прошел все ступени офицерской службы еще в 1934 году, до войны. Одним из первых он поехал, поступил в Ленинградское пехотное училище, закончил его успешно. И затем он прошел все ступени штабной службы. Редкий случай, когда человек, который родился в тундре, стал штабистом. Штабная работа требует аккуратности, внимательности, педантичности. Вот он, видимо, оказался именно таким человеком. Лейтенант Талеев, как один из лучших в выпуске, остался в родном училище командовать взводом курсантов. В декабре 1940 года его назначили в отдел тыла 8-й армии Прибалтийского особого военного округа. В этой должности старший лейтенант Талеев и встретил войну. На третий день войны от 8-й армии ничего не осталось. Танковые клиния вермахта глубоко распороли Северо-Западный фронт. Остатки советских дивизий беспорядочно отступали к Ленинграду. Это летнее отступление уцелевшие фронтовики потом назвали не без сарказма, а ДДД – дальний драп с дрожью. В октябре-декабре 1941 года старший лейтенант заведовал учебной частью курсов младших лейтенантов 8-й армии. А с 13 декабря получил новое назначение – помощника начальника оперативного отдела штаба 168-й стрелковой дивизии. Это было боевое соединение, успешно бившееся сначала с финнами, а потом с немцами, под командованием генерал-майора Бондарева. Поэтому дивизию назвали Бондаревской. Оперативный отдел штаба – центр сбора в штабе и концентрации данных о состоянии положения войсковых сил формирования, в том числе противника. Основной задачей оперативного отдела является выработка оперативно-тактических расчетов при развертывании военных действий для их дальнейшего предоставления командованию. После принятия командиром конкретного боевого решения оперативный отдел доводит его до войсковых соединений в виде боевого приказа или распоряжения, одновременно обеспечивая контроль за его исполнением. 10 февраля 1942 года приказом по Ленинградскому фронту он получил следующее воинское звание капитан. В конце апреля опытного штабного работника отправили на усиление штаба 71-й отдельной бригады морской пехоты, оборонявшейся на Аронинбаумском плацдарме. 19 ноября 1942 года получил майорские шпалы в петлице. Тактически подготовлен хорошо, разбирается в боевой обстановке быстро, делает правильные предложения, отмечалось в аттестации. В ноябре 1943 года он проделал на гимнастерке дырочку для первого ордена. Представление указывалось. Растущий, волевой, энергичный командир, работая в бригаде начальником первой части, проделал большую работу, которую любит душой, болеет за порученное дело. Орден Красной Звезды вскоре появился на груди майора Талеева. Его непосредственный командир, полковник Райков, писал в боевой характеристике. В работе трудолюбив и усидчив, энергичен, требователен к себе и подчиненным, дисциплинирован, но иногда имеют место рецидивы вспыльчивости по отношению к старшим по службе при получении указаний. Кстати, именно эта черта неоднократно наблюдалась в характеристиках Талеева. Жесткость, примизна характера, умение отстоять точку зрения. Кроме того, отмечалось, что он был смелым офицером, способным быстро и умело руководить частями в бою. Кстати, тогда же его аттестовали на должность командира стрелкового полка. В июне 1944-го майор Талеев был представлен к Ордену Отечественной войны второй степени за успешное проведение операций по снятию блокады Ленинграда и освобождению Выборга. Он прошел службу и закончил войну в звании подполковника в тот период, в 1945 году. Он был начальником штаба 168-й стрелковой дивизии рижской, которая завершила войну в Курляндии. Потом, впоследствии, он служил уже после войны в штабе Одесской войны округа, которым руководил в тот период маршал Жуков. Затем он закончил академию имени Фронзе, служил в Германии, затем в Ленинграде, в Средловске и в 1957 году уже вышел в отставку. Николая Филипповича уволили из кадров советской армии по болезни с правом ношения мундиром. Позднее полковник запаса Талеев проживал в поселке Смолечково, Сестрорецкого района, недалеко от Ленинграда. К 40-летию Победы в апреле 1985 года его наградили Орденом Отечественной войны второй степени. Любовь Пермякова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Управление Росгвардии по Нинецкому автономному округу присоединилось к патриотической акции «Георгиевская лента», которая проходит в онлайн-режиме. В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне сотрудники заступают на службу с оранжево-черным символом на форменном омундировании. В 2020 году акция проводится в онлайн-формате. Каждый желающий может сделать свою фотографию с символом Победы – «Георгиевской лентой» и разместить ее в социальных сетях с хэштегом «Георгиевская лента». История оленной армии, трудовой подвиг в условиях Крайнего Севера, работа постов наблюдений и связи Беломорской военной флотилии, строительство телефонных линий и многое другое. Предметы, архивные документы, героических эпизодов, суровых военных будней теперь можно увидеть на видеовыставке «Когда война пришла в наш дом». В канун 75-летия Победы Музейное объединение Нинецкого округа подготовило видеоэкскурсию о Великой Отечественной войне. Интересными фактами поделится Любовь Пермякова. Очень тонкую, точную. Она показывает рядовые эпизоды Великой Отечественной войны, когда к самолетам Беломорской военной флотилии наша рогатая оленная армия подвозила снаряжение. Главный научный сотрудник Музейного объединения Нинецкого округа Марина Калавангина показывает нам макет. Это точная копия одной из фотографий, представленной на выставке. Подготовка материалов для выставки началась еще в прошлом году. В результате проведенных исследований удалось представить новые данные, рассказывающие о первых днях войны в Нинецком округе, народных стройках и в Шарском узле Северного морского пути. Новые факты об атаке каравана мирных судов у острова Матвеев немецкой подводной лодкой помог найти депутат Нинецкого округа Максим Арбузов. Из военной академии генерального штаба прислали копию бортового журнала подводной лодки Ю-209, которая, собственно, и расстреляла наш конвой. Могу вкратце описать события того дня с точки зрения фашистов. Я попросил товарища сделать небольшой перевод, буду подглядывать. Командир подводной лодки пишет, увидели два буксира с двумя боржами и стражевик. Первую боржу расстреляли артиллерией, ее отцепили. Буксир 300-тонный пытался уйти, в него стреляли артиллерией. Пытались потопить торпедой горящую боржу, с 300 солдатами на ней дважды промахнулись. Трагедия произошла 17 августа 1942 года. На судах находились рабочие и строительные грузы. Немецкая подводная лодка Ю-209 артиллерийским огнем потопила суда, подожгла буксир «Комсомолец» и расстреляла оказавшихся в воде людей. Погибло 305 человек, в том числе капитан порта Нарин Марк Козловский. Уцелевший буксир «Норд» после ухода подводной лодки спас 20 погибающих. Эти события на выставке отражены в фотографиях участников и документах, свидетельствующих о тех кровавых событиях. Кроме того, на виртуальной выставке можно познакомиться с другими интересными фактами. Например, в 1941 году, 19 июля, была организована проверка светомаскировки жилых домов и судов. 25 сентября этого же года была проведена акция «Сбор посылок девушки Нарин Мара бойцам Красной Армии». Впрочем, все исторические факты сотрудники музейного объединения попросили нас не раскрывать. Ведь стать участником виртуального путешествия теперь может каждый. Заходите на сайт naomuzey.ru или на их страницу ВКонтакте. И теперь, что касается праздничной программы передач, посвященной Дню Победы. Весь день в субботу 9 мая в эфире телеканала «Север» и радио «Север-ФМ» будут транслироваться теле- и радиопередачи, посвященные празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В 10 утра в телевизионном эфире начнется шествие «Бессмертного полка» Ненецкого автономного округа. С помощью жителей округа нам удалось собрать большое количество фотографий героев войны. Акцию «Бессмертный полк» можно будет посмотреть в прямом эфире телеканала «Север». Спутниковый пакет «Триколор» IP Ростелеком в режиме онлайн на официальном сайте нашей компании, в нашей официальной группе ВКонтакте, а также в официальных группах ВКонтакте Ненецкого автономного округа, НАУ-24 и на внешнем экране ДК «Арктика». В этот день эфир радио «Север-ФМ» и телеканала «Север» будет насыщен различными программами, документальными и телевизионными фильмами, специальными радио- и телепроектами, которые мы подготовили специально ко Дню Победы. Подробные программы, передачи телеканала «Север» и радио «Север-ФМ» на 9 мая размещены в официальной группе телеканала в социальной сети ВКонтакте и в разделе «День Победы онлайн» на портале karantinonet.nau. Такова информационная картина этого дня. Далее смотрите прогноз погоды. Спонсор выпуска прогноза погоды – транспортная компания «Нордфокс».